Мы постоянно используем различные жидкости в повседневной жизни. Вода, напитки, молочные продукты, химикаты, кислоты и щелочи или лекарства. Качество жидкостей определяется их химическими свойствами. Для определения качества используются различные принципы измерения. Один из них — потенциометрическое измерение pH. Этот принцип был изобретен в 1909 году, когда датский химик Серен Серенсен ввел так называемый водородный показатель pH, который отражал концентрацию ионов водорода в растворе. Он лег в основу широко применяемой сейчас шкалы pH. В 1889 году Вальтер Нернст сформулировал уравнение, связавшее концентрацию ионов в растворе с разницей потенциалов. На основе уравнения Нернста для расчетного pH применяется потенциометрический метод измерения. При потенциометрическом определении pH с помощью стеклянных или нестеклянных электродов измеряется разница потенциалов. В первом случае роль чувствительного элемента выполняет стеклянная мембрана, припаянная к концу стеклянной трубки. Трубка заполняется нейтральным раствором хлорида калия с pH 7. Кроме того, в ней помещается проволока из серебра или хлорида серебра, служащая проводником. Электрод сравнения расположен во внешней стеклянной трубке, которая также содержит проводник в растворе хлорида калия. Специальная диафрагма предотвращает попадание среды внутрь датчика, сохраняя при этом электрический контакт. Значение pH рассчитывается из разницы потенциалов между эталонной и измерительной системой. Рассмотрим мембрану внимательнее, чтобы понять, как возникает разница потенциалов. Раствор соляной кислоты, например, содержит крупные, отрицательно заряженные ионы хлора и мелкие, положительно заряженные ионы водорода. При погружении датчика pH в такой раствор, ионы водорода контактируют с верхним слоем стеклянной мембраны. Более крупные ионы хлора остаются в растворе. В результате заряд разделяется. Такой же процесс происходит внутри датчика в нейтральном растворе со значением pH 7 и постоянной концентрации ионов водорода. Если концентрация ионов водорода, то есть значение pH внутри трубки, отличается от концентрации снаружи, образуется измеримая разница потенциалов. Если концентрация ионов водорода внутри трубки ниже, чем снаружи, и значение pH меньше 7, то измеряемый раствор является кислотой. Если концентрация одинакова с обеих сторон, разница потенциалов не возникает, и измеряемый раствор является нейтральным со значением pH 7. Раствор является щелочным, если концентрация ионов водорода внутри измерительного электрода выше, чем в измеряемом растворе. Для измерения pH с другими типами датчиков используются ионоселективные полевые транзисторы или ISFET. Это полупроводниковые транзисторы, в которых вместо металлического затвора используется чувствительная к уровню pH пластинка. Положительные ионы водорода, контактирующие с этой пластиной, вызывают разделение заряда на другой стороне. В результате пространство между источником и приемником становится проводящим. Возникающий при этом ток прямо пропорционален значению pH. Как и стеклянным, датчикам ISFET необходима эталонная система со стабильным значением потенциала. Относительно нее можно точно измерить разницу потенциалов, возникшую в датчике ISFET. Эталонная система защищена от контакта с раствором специальной диафрагмой. Потенциометрическое измерение pH датчиками Endress Plus Hauser обеспечивает точные результаты и, как следствие, более высокий выход продукции и сокращение отходов. Мы предлагаем решения для всех процессов, даже для тех, в которых недопустимо использование стекла. Дополнительную информацию об анализе жидкости и новом поколении датчиков pH MemoSense смотрите на нашем канале YouTube или на сайте www.endress.com.